Микс Ньюс. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. Уже который раз я вам говорю «доброе утро», потому что мы начинаем программу теперь в начале 11-го, чтобы успеть застать тех работников театра, работников театра, которые уходят на репетицию к 11-ти, и вот поэтому мы с нового сезона начали работать таким образом. Сегодня у нас в программе гость, вчера приехавший из Москвы, вечером актер, музыкант, хормейстер по образованию. Пусть будет так. Красиво же. И композитор. Хотя я так понимаю, что ты не очень любишь себя красивым таким словом называть. Как-то есть ребята, которые могут себя так называть, которые побольше знают. Да, а ты сочиняешь музыку. Да, вот, отлично. Ты сочиняешь музыку для театра. Да. И он здесь не просто так. Павел Акимкин. Последний раз я тебя видела на сцене театра «Далес», когда год назад привозили «Расскажешь о Кучина». Да, был. Так что год назад ты был в Риге со спектаклем, и зрители могли тебя видеть в этом спектакле. Сейчас мы вернемся к этой истории, по-моему, которая тебе, наверное, уже надоела, как ты туда попал. Но это всем очень интересно. И здесь он не просто так, Павел. Сейчас команда, которая у вас уже не первый спектакль вместе делает, одной командой, да, с режиссером и хореографом. Я тоже не знаю, как называть правильно. Он же не просто хореограф. Нет, режиссер хореограф. Он режиссер и хореограф. Он же все-таки придумывает спектакли. Он отвечает за конечный продукт. Сергеем Землянским. Ставите в опере. Тоже, как это, балет, танцевальный спектакль. Это балет. Это балет. Это полноценный балет. Три товарища. Мы поставили все названия. Мы придумали всем дефиниции, кто есть кто. И начнем мы все-таки, наверное, с того, что ты объединяешь себе вот эти разные направления работы в театре. Но мне кажется, что это очень здорово, потому что, на самом деле, когда человек представляет себе, вот я только артист, ну, это надо иметь какие-то потрясающие артистические данные, чтобы вот уметь быть таким органом большим. Мне просто кажется, что я не до конца понимаю, кто я. Ну, просто. Сам для себя. Ну, сам для себя, да. Вроде бы, если артист, то почему, ну, не популярный? То есть, как бы, наверное, еще не очень хорошо, не попал в струю, или, может быть, что-то еще не заладилось. Но, на самом деле, это какие-то внутренние просто ощущения. То есть, я себя не ощущаю вот человеком стопроцентно. Ну, то есть, тебе для полноценного, полного ощущения жизни, вот просто быть артистом не хватает? Ну, вообще, да. Потому что, мне кажется, вот если бы у меня вот, у меня сейчас нет спектаклей. Может быть, их нет, потому что я сюда уехал, но, по-моему, не из-за этого. Вот нет спектакля, вот что бы я делал? Сидел бы дома. Если бы я сидел дома, значит, нет денег. Если бы не было денег, я бы пошел искать работу. И нет дела. Да, нет дела. А у меня все равно все время есть ощущение, что надо что-то делать, что-то… Я вот не могу сидеть на месте, мне не очень удобно. Ну, ты же хитрым ходом попал в театр вообще изначально. Ты же изначально, я так понимаю, все-таки музыкант, да? Вот то, что как руководитель хора или что это? Ну, хорместер, да, я учился в Гнесинке, да, на хорместер. Это же музыкальное образование, формально. Музыкальное, конечно, музыкальное, да. У меня просто все так случайно как-то получилось, нету ничего, чем бы я горел с детства и к чему бы я пришел в итоге. То есть, у меня не было того, что я жить не могу без музыки. Я просто… Родители отправили, я пошел. Получилось. Да, вроде получается. Пока все, куда я как бы тыкаю, пока все получается. Ну, вот, видимо, оно получается все настолько как бы среднячково устраивающее и меня, и окружающих, что вот пока особо никуда не выбился, грубо говоря, в больших… У тебя везде примерно одинаковые, ну, как бы, одинаковые ощущения от того, что где-то вот ты как актер, потому что мы сейчас поговорим с тобой про один спектакль, который, мне кажется, был очень большим и очень важным для тебя. Это спектакль, который вы сделали с саунд-драмой вместе для Чеховского фестиваля. А кого именно? Про Первую мировую войну. Да, война, да. Да, это же был огромный спектакль. Это был огромный спектакль, и я думаю, что это даже не столько… И твоя актерская работа была огромная там? Ну, это был новый какой-то опыт, да, потому что вообще это спектакль просто, мне кажется, для самого Володи, для самой команды, саунд-драма, это было большое как бы дело. Вот давай мы сейчас откатим чуть-чуть назад, чтобы слушатели понимали, о чём мы говорим, и потом вернёмся к этому спектаклю, потому что мне кажется, он очень важным вообще, ну, как бы, и в театре был тогда, в 2014 году, ведь вы его сделали, да? Я его смотрела на фестивале в Ярославле в 2014 году. Да, наверное, в 2014 году, наверное. И вообще он был важен и для тебя, наверное, как для актёра, и для вашей компании саунд-драмой был важен, потому что он изменил немножко вообще ваше существование на сцене. Итак, есть такой коллектив в Москве, который называется саунд-драма. Его основатель – режиссёр, музыкант, композитор Владимир Панков, у которого сейчас ещё и студенты, и вы с ним как раз и познакомились. И театр у него, да. Да, когда вы были музыкантами просто, и он тебе, а он уже к тому времени работал в театре. Он, насколько я знаю, он, по-моему, в эстраде работал, или он уже ушёл из эстрады. Ну, в общем, я был в одном фолькторном коллективе, ветка.ру, вот, и Володя там когда-то с ним сотрудничал. Ну, в каком году случилось ваше с ним знакомство? Вот твоё с ним знакомство? Да, за год, наверное, до поступления, 2001-й. Но ведь он уже к тому времени играл в театре, потому что спектакль «Пластилин». Да, а, нет, да, правильно. Он играл уже Кирилла Серебренникова. Он уже был втянут вот в эти экспериментальные работы Центра драматургии режиссуры в Москве, в театр. Потом Театр ДОК появился, где он тоже был занят. Поэтому он уже каким-то образом, каким-то боком на территорию театральной сцены зашёл. И меня затащил. И тебя затащил, да. Вот, от этого пошла новая жизнь. И ты поступил на курс ГИТИСа к Олегу Львовичу Кудряшову. И закончили вы в 2006-м году. Я хотела сказать в 2005-м, но немножко ошиблась. И это был такой курс, который прогремел своими дипломными спектаклями очень. И вы как-то с всем коллективом запомнились сразу, да. И я так понимаю, что «Шведская спичка», спектакль, который до сих пор идёт в Театре нации, это был театр, спектакль, который вырос из вашего курса. Да, Никита просто после курса, мы закончили обучение, он сказал, надо что-то сделать. Да, Никита Гриншпун. Надо же говорить целиком. Да, никто не знает. Вот, и он сказал, давайте сделаем, у меня есть одна задумка, и мы сделали, и люди менялись, мы долго репетировали год, и сделали. И вот этот спектакль, он вошёл одним из первых в новое, в новое, обновлённое тогда Театр нации, в котором начал руководить Евгений Витальевич Миронов. И таким образом ты попал в некую атмосферу рядом с Театром нации и запомнился. Вообще вот это про меня, вот это, я попал. Да, ты попал. Я попал всегда, вот, куда бы, чем бы я ни занимался, я попал, абсолютно случайно. А к тому времени саунд-драма уже существовала. Да, существовала, потому что на последнем курсе ГИТИСа Володя сделал переход, это первый спектакль, в котором я участвовал, ну, в составе саунд-драмы. То есть, Владимир Панков собрал музыкантов, актёров, сделал из них такую мешанину, и из этой мешанины начал придумывать новые спектакли, новые формы при этом. Ну, насколько я знаю, он уже сделал «Красная нитка», он уже сделал «Доктора», по-моему, и уже был переход следующий. То есть, там уже был какой-то костяк, состоящий из его сокурсников, из музыкантов, из артистов других театров, там, допустим, Андрей Завадюк. И ты попал и туда. Да, и туда попал. То есть, после окончания ГИТИСовского курса ты попал сразу в два коллектива, можно сказать, да? В два коллектива, да, можно сказать. Со своими однокурсниками, со спектаклем «Шведская спичка» ты попал в репертуар Театра нации, который начал формироваться иначе, чем привычные театры репертуарные в России. Да, да. И, с другой стороны, ты попал уже до этого, но уже как бы официально ты попал к Владимиру Панкову в его саунд-драму. Вот что такое саунд-драма тогда? Вот чем вы занимались, что вы придумывали? Мне кажется, саунд-драма не изменилась. Вот это как был, я не знаю, как странствующий театр сказать, но это такая группа людей, которым все равно есть деньги, нет денег. Бродячая артистка? Бродячая труппа, да. Которые как бы работают на идею. Мы вот недавно вспоминали, сейчас у нас был старый дом в ЦДРе, и мы стояли с Андреем Дудяковым с Пяти Маркиным и говорим, господи, как же мы играли этих гоголей. Там было три части гоголя. Сейчас мы про них тоже немножко вспомним, да? Я говорю, это же кошмар, это же опилки, мешки. Мы начали вспоминать все, что мы делали, в каких условиях. Но тогда это было нормально. Это было абсолютно нормально. Я хочу просто задать, рассказать, задать вопросы и через это рассказать, что Владимир Панков, он придумал новый синтетический театр в некотором смысле в России. Ну да. Ну то есть нельзя сказать, что это прям такое, что это открытие некое вообще. Я думаю, мало кто так работает. Ну да, но способ существования на сцене артистов и музыкантов в его спектаклях, он немного иной. Когда ты универсален, когда ты можешь сейчас сыграть драматическую роль, тут же сделать что-то такое танцевальное, поэтому землянский же с вами, да? И делал многое. И тут же взять какой-то музыкальный инструмент, спеть, исполнить какую-то музыкальную партитуру. Но я думаю, даже эта вся история не про то, что ты говоришь. Это, грубо говоря, навык, который ты приобретаешь, работая с Володей. Но основная его заслуга, что он умеет это настолько органично сплести. То есть, ну, я могу себе представить там кучу театров, где люди сначала говорят, потом запели, потом затанцевали. Но это всегда... Когда ты смотришь на какой-то текст и думаешь, как бы сделал это Панков, ты не сразу додумаешься, как это произойдет. А он умеет как-то так органично все это вплести своими метафорами какими-то... Причем у меня порой ощущение, что он даже не до конца... То есть, у него нет какой-то прям готовой картинки, когда он приходит к артистам. То есть, он видит артист, он музыкант, у него нет там нот, которые он приносит. Он видит музыканта и говорит, дай сейчас какую-нибудь ноту, любую, вот какую ты хочешь, какую ты хочешь, какую ты считаешь. И он все время отталкивается от того, что он видит. Не человек, который застраивает тебе рисунок, сейчас ты идешь направо, дядь налево, он смотрит то, что... Он ненавидит, когда кто-то что-то не предлагает. Он ненавидит, когда кто-то спрашивает его, а как я здесь беру бутылку? Он говорит, не спрашивай меня. Это такое совместное творчество, да? Абсолютное, абсолютно. Он умеет так направлять, просто направляет, направляет. Я на самом деле этим очень сильно пользуюсь в музыке, когда что-то делаю. У меня нет какой-то основной идеи, ну то есть, какая-то основная идея, к чему я должен прийти, у меня есть. Как мне кажется, на что это должно быть похоже или какие должны вызывать эмоции. А дальше я просто набираю все, что мне кажется может сюда подойти и начинаю как из лего все это составлять. Ну вот я к чему, потому что мы анонсировали сегодняшний разговор, как вот совмещать все это, да, саунд, драму, танец, музыку и все вместе. И понятно, что вот в такой мозаике, в которую ты попал, красивое слово, мы его запомним, в которую ты попал к Владимиру Панкову, это в общем как-то, наверное, не искусственно получается. Это все нормальным образом существует. Когда ты можешь сам даже в своем творчестве объединять свои разные качества, да? То есть, ты уже так привык работать, что ты можешь быть и тем, и другим, и третьим. Мне так, мне комфортно в этом очень. В этом очень комфортно, может быть, благодаря моим родителям, потому что есть какие-то данные, и я очень люблю все структурировать, хотя абсолютный хаос творится всегда в делах, в работе. До сих пор не могу научиться планировать что-то. Но вот именно тот момент четкости от одного ко второму перейти, как-то что взять, где что зарядить, даже опираясь на технические какие-то вещи, мне это ближе, мне это удобнее. Ну, такое все собрать, из этого собрать. Да, из этого что-то все собрать в кучу, да, а потом из этого что-то сделать. Соткать что-то красивое. Вот ты упомянул спектакль «Гоголь». Это же было три части одного большого полотна. Одной не хватило, Володя сказал, будем делать потом. И этот «Гоголь» у вас шел тогда, вы были без площадки, он у вас шел то в центре Мерхольда, то еще где-то. В основном в Циме, да. Но где-то мы поездили, мы хорошо поездили с ними. С этим спектаклем. И это было вот как раз такое большое, длинное, трехчастное полотно, я бы даже сказала, потому что тут сложно сказать и вычленить, но они все три спектакля были разные, они были по-разному придуманы, в разной форме. Но все вместе они как раз показывали такую картину произведений Гоголя, да. И вы как раз там попробовали все, я так понимаю. Вообще, я считаю, что… Это была такая ваша школа в некотором роде. Школа, это школа, да. Володя вообще все работы, у него, мне кажется, есть какая-то основная его идея, какая-то глобальная, большая, в которую он идет давно. И он, все его спектакли – это задача подготовить артистов. Вот он сейчас пришел в ЦДР и столкнулся с тем, что там новые люди, которых он не знает, которые его не знают, которые работали в другой стилистике, в другой манере. И сейчас он делает блок-череду спектаклей для того, чтобы просто подготовить артистов. Чтобы через спектакли научить их работать таким образом, каким уже умеете вы. С этой точки зрения он очень большой человек. И педагог. Я даже не знаю, как. То есть, он мог бы прийти, сказать, ребят, вы мне все не подходите, извините, до свидания, вот мои саунд-драмовцы. Я сейчас тоже откомментирую чуть-чуть. Прийти – это вот после долгих лет существования его театра саунд-драма в таком свободном полете, независимом, его, как режиссера, назначили руководить одним из московских театров, Центром драматургии режиссора. Да, оказалось бы. Да, входящим в систему московских государственных театров. И вот именно там он не стал зачищать пространство. Нет. Он пришел туда и с вами, с одной стороны, я так понимаю, вы там в какой-то степени заняты. Он, естественно, подтянул каких-то людей, которые были ему нужны, с которыми он работал. Кто-то попал в штат, кто-то не попал в штат. Там был большой какой-то там вообще юридический ковардак, насколько я понимаю. Вот. И он сразу сказал, те, кому неудобно, те, кто не понимает, мы начнем работать, вы сами решайте для себя. Надо вам это или не надо? Да. Естественно, те, кому надо было, те, кто хотел работать, кто-то понял, что это его и осталось. Не говорю, хорошо или плохо, его. Потому что Володя все-таки специфический театр. Да. Может быть, не каждому он подойдет. Ты можешь посмотреть один спектакль, будешь рыдать и отбивать себе руки, а можешь посмотреть какой-то спектакль, больше туда не пойти. Такое тоже бывает с людьми, причем с одними и теми же. То есть кто-то это принимает, а это не принимает. И он дал такой абсолютный карбланш, и с теми, кто остался, он продолжает работать. Я иногда даже смотрю, думаю, ну почему ты сейчас вот этого человека поставил на эту роль? Ну это же странно, ну он же не справляется. И удивительно, что через год, через два я вижу, как человек справляется. И как он делает другое, и ты думаешь, господи, я бы в жизни не увидел этого. А он, наверное, почувствовал. Или увидел, я не знаю. Ну значит, он и в тебе увидел что-то такое, что в Москве у тебя такого артиста. Да, 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 я тоже благодарен ему за это, потому что на самом деле Володина школа, это, ну, это 80%, наверное, моя школа. Скажи, пожалуйста, и вот был один такой большой спектакль, который назывался «Война», который был поставлен саунд-драмой по заказу Большого Московского фестиваля, это Чеховский международный фестиваль. И это было приурочено как раз к столетию Первой мировой войны, и это было что-то очень большое. Ведь вы до этого на больших сценах, по-моему, ничего не делали. Вот на таких больших, огромных сценах, на больших залах, ваша саунд-драма, она же до этого так не работала. Да нет, мне кажется, мы, если даже говорить про Гоголя, мы его играли, где только мы его не играли. Но ты на гастролях, да? Но вообще, в принципе... Но придумывался он все-таки на какой-то зал такой, не тысячник. Я не знаю, у Володи просто никогда не было декораций, которые как бы вот, вот декорации, и она стоит. У него все равно всегда это элементы, и мне кажется, они с Максимом Бреском идеально сработались в этом плане. Потому что Макс всегда как-то придумывает пространство, которое подойдет везде. Правда, мы столкнулись с небольшой проблемой в старом доме, потому что там как бы двери, 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 и вроде выпрямленное все. Но и здесь он приехал на гастроли, Максим все перестроил, и все работает идеально. Вот, и спектакль... Да, извините, пожалуйста, и вот ты упомянул сейчас Максима Брескова, и это та компания, которая работает и с Владимиром Саундраме, и вот вы сейчас как бы путешествуете с Сергеем Землянским по разным местам. Ну, с кем работает Максим Бресков я вообще даже не перечислю никогда, потому что он сейчас здесь и обсуждает Екатеринбург, и потом еще куда-то летит. Ну, такая работа у сценографов. Я считаю, что он просто жадный. У сценографов, у талантливых. И я хотел вот еще спросить. Я помню, что ведь Саундрама делала спектакли для проекта «Платформа». Вы там же много что-то делали. Платформа, платформа. Но я лично видела там опасные связи. Опасные связи, да. А, да, точно. Это еще было, когда Сережа сотрудничал тесно-тесно с Саундрамой. Да, это была его, грубо говоря, первая режиссерская работа. Первая режиссерская работа. Я поэтому и хотела к этому сейчас вернуться, потому что я как раз вспомнила, что это было на платформе. Я пришла смотреть эти опасные связи, и это было очень необычно. Это было очень странно, необычно. Это было странно, да нельзя, да, я даже сказал, потому что Серега первый раз это пробовал. И мне кажется, после этой работы он понял, что текст, все, забыли про текст. Ребята, я вообще не про тексты, я про хореографию, про движение, про всякое такое. Про другие взаимоотношения, да? Да, да. Потому что тексты... А ты там был тоже в этом спектакле? Это была моя первая работа как создателя музыки. То есть платформа, которую сейчас все на слуху, и которой много разных вопросов. Вообще это было на фабрике, по-моему. Нет, нет, это было в зале Белого, я смотрела. Да, и потом мы один раз сыграли его спустя какое-то время в зале Белого, и после этого, по-моему, больше не играли. Так вот он был проектом, какой-то проект платформы. Возможно, возможно, я не знаю. Я помню это очень хорошо, потому что меня как раз пригласили именно туда. И я просто хочу сказать, что вот платформа дала возможность многим же людям попробовать себя в новом качестве. И вот этот спектакль, каким бы он ни был тогда странным, пробным или еще каким-то... Вот смотри, за эти шесть лет, с 13-го, может быть, года, или примерно 13-14-е, когда это было сделано, потому что это было сделано уже в последнюю декаду платформы, насколько я помню. Вы выросли в такую команду, которая уже сделала очень много спектаклей вместе. Следующий был спектакль, это было «Материнское поле». «Материнское поле», да. Ваше, вне как бы саунд-драмы уже, как бы на приглашенных условиях в Театре имени Пушкина. И потом понеслось. И потом понеслось, да. Ты попал опять. Да, я попал. Нет, идеально попал. Идеально. Потому что наша команда, она, конечно, ну, она, не знаю... А что вот в этой команде для тебя вдохновляет? Вы знаете, нету, нету, тебе хочется с этими людьми встречаться. И, во-первых, нас мало. Во-вторых, мы все достаточно, достаточно самодостаточны. У всех много работы. И вот это, как называется, Аш Сиваев, Dream Team. Говорит, если, говорит, проекты за деньги, а есть проекты, которые, как бы, да, по любви. Вот это правда. И вы сделали сколько уже спектаклей этой команды вместе? Вот ты, Сережа, больше десяти спектаклей. И в России, и здесь, в Латвии, и где-то еще? Да. А где еще? Куда вас еще можно поехать посмотреть? Можно поехать в Иркутск, можно поехать в Новосибирск, Москва. То есть вы по всей стране? Иго, Израиль. В Израиле сделали? Да, в Израиле сделали. Хороший свой спектакль. Какой в Израиле сделали спектакль? Макбет. Макбет сделали? Да. Тоже вот этой вот командой, да? Да, 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 все этой командой. Ну и здесь у нас впереди премьера. Да. В опере. Премьера. Это первый балет вашей команды? Да. До этого были другие. Это вообще абсолютно новые ощущения. То есть у вас новый шаг опять, да? Да. В некоторой степени новый шаг. Ни в какой, ни в некоторой, вообще просто шаг в другую сторону. Потому что никто, ну может быть Максим и Саша работали в таких, как бы… Максим – это художник Стеногов. Максим Абресков художник, Саша Сиваев, да, наш художник по свету. Максим Абресков – это художник. Они как приглашены. Еще раз и есть. Как же… У нее только что была премьера в Лейпайском театре с Элмарсом Синьковым. Да, мне Максимом рассказывали. Ой, фу, Сережа рассказывал. Вот. И для нас Сережа это вообще первый опыт. То есть мне надо было написать музыку за год до, а ему репетировать сейчас под нее. Обычно все наоборот. Обычно он начинает репетировать подо что-то, я ему что-то присылаю, и потом мы собираемся, за две недели все это собираем вместе, все эти наработки. А здесь он мне позвонил, рассказывал про какие-то проблемы, что-то, говорил что-то хорошего, а потом сказал, знаешь, мне не нравится репетировать под готовую музыку, потому что ты, говорит, вроде сделал сцену, и вроде все уже понятно, все уже к следующей, а там еще, говорит, полторы минуты. И говорит, мне неудобно, я больше так не хочу. Я говорю, ну, Сережа, извини меня. Мне было удобно, когда я понятия не имел, что будет на сцене, должен был написать полтора часа. Я говорю, давай, давай, родной. Ну, то есть вы придумали, а почему три товарища? Я вот напоследок спрошу. Ой, почему три товарища? Да не знаю, у нас была давно идея три товарища, она как-то не получила, не воплотилась в Москве, на самом деле, может быть, и слава богу, потому что тогда, ну, как-то все шло так, что мы понимали, что этого не будет. Вот, а идея была, и у Максима были какие-то наброски, у меня не было ничего, по-моему, кроме одного проекта в Лоджике. Вот. И когда предложили здесь, мы вообще хотели, конечно, мировую, но она уже была в Москве у нового балета. Вот. И, ну, вот так как-то получилось, три товарища. Очень необычно. Очень романтично. И как получится, не знаю, но очень волнительно. Это вообще первый раз, когда я приехал сюда за столько дней, и, в принципе, ну, вообще мог бы, конечно, не приезжать. Просто надо быть здесь, чтобы как-то и Сереже было на кого опереться и что-то подсказать, может быть, где-то, что посоветовать. А партитура уже не будет меняться музыкальная, то есть она принята, и все. Вы вот в процессе, как бы, последних репетиций что-то Ну, просто невозможно, это другое дело. Я в компьютере что-то поправлю, там, у Карачева для него. А когда оркестр сидит, и куча партий, и куча музыкантов, которые только это выиграли, только отрепетировали, и что-то менять, это уже не получится. Ну, в общем, у вас новый интересный опыт. Абсолютно. Который в компьютер не влезает. Нет, не влезает. Абсолютно аналоговый. Абсолютно. И он, конечно, ну, мне кажется, что это новая ступенька. Вот как вы когда-то сыграли спектакль, такой огромной войну с саунд-драмой. Так сейчас для вашей команды открылись новые возможности. Если ты один раз написал музыку за год и ее разыграл, вообще интересно будет слушать, как оркестр будет играть в твоем партии. Я просто не верил. Я когда был на репетиции, просто когда они первую пробную запись сделали для репетиций, это, конечно, потрясающе. Ну, хорошо. А какие спектакли впереди у саунд-драмы? Есть какая-то идея? У саунд-драмы будет... А я не знаю, кстати, можно говорить, не будет. Ну, сейчас Володя репетирует большой проект. Володя репетирует большой проект. Спасибо вам большое. Латвийская опера, Латвийская национальная опера, Рига, конец ноября, премьера «Три товарища», балет, первый балет команды Сергея Землянского, хореографа, композитора Павла Акимкина и большой команды вместе с ними. Все имена вы увидите на сайте, заходите, покупайте билеты, если они еще есть, или на будущее. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok